КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ, ЧЕРНОГОРИЯ Всем привет, вещая из Черногории, городок Пираст называется, сейчас смотрите, опять магия в Ключевом море. Хопа! Вот, эта картинка лучше, да? Значит, это Которский залив, Черногория, городок Пираст, городок, как бы это сильно сказано, население тут человек 350, то есть это по нашим меркам деревенька, а по европейским меркам это город, причем город с очень богатой историей, с богатейшей. Тут че-то так не было, здесь жили и греки, и римляне, и до них жили и лирийцы, и Византийская империя, и Венецианская торговая империя, да, Демократическая республика, и война с турками, и австрийцы, и кого тут только не было, и даже Петр Первый сюда отправлял учиться в мореходную школу, значит, дворянских детей. Об этом подробно отдельно будет видео, да? Сегодня у нас такой момент, снимаем, смотрим продолжение про кратер Нгору-Нгору, тут у меня как получилось, остался кусок, который никуда не впихнуть. Для отдельного видео он маленький, да, но будет такой короткий выпуск. Дело в том, что у нас остался отдельно один большой кусок про животных, которые там бегают по этому кратеру, я много всего наснимал. Отдельно кусок про музей, про людей первобытных, да, неандертальцы и все остальное, это будет отдельно, да, то есть тема прям. И отдельно у нас религия шаман, я заезжал там к шаману, тоже отдельно. Тут остался вот кусок, который никуда не воркнуть, про деревню, ну, давайте вот, коротко, но интересно будет, да. Значит, опишу чуть-чуть происходящее, ну, и, в принципе, там по моим комментариям дальше будет понятно. Значит, первый момент. Про фехтование. То есть, я когда приехал в Танзанию, и мы вот ездили там на добычу рубинов, на добычу гранатов, я просто сидя в машине смотрел в окно и с удивлением увидел, что масаи, которые, ну, вот, два масаи в саванне, вокруг пасутся там какие-то стада, масаи, то есть пастухи африканские делают не что иное, как тренируются в каком-то зачаточном фехтовании. То есть, один другого бьет вот этой палкой, которой они стягают коров. Ну, кстати, они не просто ветку какую-то берут, они берут, ну, вот, что-то такое серьезное, ну, например, как у нас там орешник, да. То есть, такую очень прочную древесину, они в этом хорошо разбираются, вообще в древесине, в принципе. Вот то, что мы наблюдали разведение огня, и кажется, что, ну, взяли быстренько одну палочку об другую, так вот потерли, да, и раз, и огонь. Нет, ребят, на то, чтобы подобрать правильно породы древесины, ушли столетия, то есть, вот, то же самое с палочками, которыми не стягают коровок, и то же самое с посохами, то есть, там не просто палочки, не просто посохи, не любая веточка для этого подходит, и огонь вот так вот любые палочки, если друг об друга тереть, попробуйте, я очень много потратил времени в бесплотных попытках, да, то есть, это должны быть очень четко подобранные, нужные, подходящие друг другу породы дерева. Вот то же самое вот с этими палками, которыми не коровок стягают, то есть, они не простые. Так вот, проезжая посохи, я много раз видел, что один масай другому наносит удар, тот его как-то там парирует, в ответ его бьет. Я это видел один раз, второй, третий, четвертый, пятый, и я понял, что они очень много времени проводят в подобных тренировках. Спрашивал водителя, он говорит, да, я тоже постоянно наблюдаю, как они тренируются. И вот, собственно, сейчас вы видите, я попросил их показать немножко, да, как это у них происходит. Значит, тут такой вопрос. Ну, во-первых, конечно, полноценно прям фехтованием на европейском уровне это назвать невозможно, да, Ну, это такое простое, зачаточное, упрощенное. Вот в чем вопрос. Для какого оружия вот эти вот все взаимодействия? Мечей длинных, которыми можно фехтовать, да, вот как они там сейчас будут это все делать, у них нету. Шпак каких-то рапир тоже нету. Копья их для фехтования, они, первое, слишком короткие, там катеров проплывают у нас. Первое слишком короткие, второе слишком тяжелые, то есть они действительно очень тяжелые, килограмма 3-4 весит копье, и им одной рукой не перефехтовать совершенно, вообще никак. Его можно только как щит использовать, там на видео сейчас-то будет. У меня вот такая версия, то есть предлагаю вам писать свои версии, да, я посоветовался с Климом Жуковым, у него тоже версии нет, он тоже говорит, зачем и почему. У меня такая версия, что смотрите, поругались мужики внутри племени, поругались мужики в каких-то союзных рядом племенах, да, ну из чего поругались, конечно, из-за телочек, не из-за человеческих, а, ну кто из-за человеческих будет ругаться, вот из-за коровьих телочек, вот. Как выяснять отношения? Мечами, ну, можно друг друга убить, дубинками еще больше шансов друг друга убить, если по голове этой штукой палец и заехать, копьями друг к другу кидать, сами понимаете, там наконечник, вот, да, вот такие вот. Вот наконечники, то есть там отчек только фарш останется, если в него попасть. Но вот по моей версии, что вот это все фехтование, оно для выяснения отношений внутри каких-то союзных групп, то есть вроде ты по щам человеку наупил, и ты палка ему, да, там, надавалку мордасам, но при этом он живой, и тебе вируса не за что платить, и он живой, потому что это может быть там какой-нибудь твой брат, мужа, сестры, жены, третий, пятый, двадцатый, да, то есть какой-то твой родственник. Ну вот, у них спрашивал, на видео этого нету, они сказали, что, ну вот, когда нам нужно, мы типа воюем, да, вот, им тяжело ответить на этот вопрос, вот, тренируются они этому постоянно. Сейчас это все посмотрим. Дальше. Так, прометательное оружие. Значит, почему копья такие короткие, мы так и не разобрались, ничего не понятно, я вот все это время, сколько получается месяцев прошел, все это время копал литературу, пытался как-то сообразить, ничего не получается сообразить, вот, то есть его и носить неудобно, и опираться на него невозможно, да, ну вот, тем не менее, у них копья такие. Там у нас вышло недопонимание, они сказали, что вот мы метаем потоком вперед, да, а когда охота, мы переворачиваем. И наконечниками вперед. Есть две версии у меня, если у вас есть третья, дописывайте, пожалуйста, мне интересно дискуссии на эту тему. Ну, смотрите, первая версия, что они, показывая мне, кстати, метали офигенно, сейчас зацените, очень круто, видно, что с детства занимаются. Опять же, я читал, что, чтобы вот хорошо, качественно метать тяжелые копья на такие расстояния, конечно, этим занимаются с детства, и у них особым образом растянуты сухожилия. То есть мы сразу, вот, с первой попытки, или там пару дней позанимался, вот так метнуть не сможем. Этим надо заниматься постоянно с детства. То есть это особое устройство плечевых суставов должно быть, да. Так вот, первая версия. Это была показуха, то есть для туриста, и они боялись, что там в грунте будет камешек и наконечник заточенный, остро, а у них все наконечники очень остро заточены, он погнется в камешек. Жалко, да, придется его выпрямлять, перековывать, там, платить денежку кузнецу, вот. Подток не так, жалко, он не заточенный, и там его сложнее повредить. Это первая версия. То есть метали под током вперед, чтобы не повредить наконечник. Вторая версия, что, возможно, у них есть двойное, применение копий, что когда они воюют против людей, и я там высказал эту версию, и они согласились. Но вот я сейчас не понимаю, они поняли до конца, о чем я говорю с моим божественным английским, это как бы сложно сделать, или не поняли. Дело в том, что под ток, он очень тонкий, это, по сути, спица, да, такая длинная. Вспоминайте этот пивум, римское копье, похоже, да, сильно. Вот. И, возможно, они метают специальным потоком, когда воевали против людей с большими щитами, потому что вот такой спицы, конечно, щит пробить намного легче, чем вот таким широким наконечником, да. То есть это вторая версия у меня такая. Охотиться в любом случае, конечно, выгодно кидать вот этим заточенным большим наконечником, потому что там же он попадает, животное пытается бежать, и оно само себе перерезает вот это вот длинное, там, по сути, меч у них, да, на копье. Вот. Перерезает себе сухожилие, мышцы, внутренности и все остальное. Еще там такой момент, мне близкий как реконструктору. Посмотрите, когда я сказала, давайте вот теперь там с копьями покажите, как вы это делаете, да. Я думаю, что они будут имитировать какие-то уколы, но они потом сказали, что никаких уколов мы только метаем всегда. И все, это совершенно оправданно, я уже об этом говорил, что люди боятся всегда противника, это нормально, лучше издали покидать и избежать домой. Вот это самая правильная война. Так вот, там один другому говорит, он уберет посох, говорит, сейчас мы пофехтуем с твоим посохом. Тот, нет, нет, пожалуйста, только не мой посох. И потом, когда, потом, когда закончили снимать, он, значит, трогал зазубрину, у него на посохе осталась зазубрина от наконечника копья, и что-то там своему другу выговаривал, типа, вот ты, сволочь, мне все-таки испортил мой посох. Почему мне это знакомо? Потому что в юности, когда, ну, то есть, я всю жизнь занимаюсь реконструкцией, да, готовлю сейчас видос про реконструкцию вообще, в принципе. Сейчас видосов мало, потому что, ну, хочется отдохнуть. Я без выходных работал больше года, и сейчас как-то на расслабоне. У меня хорлей, вокруг красиво. Кстати, у нас температура сейчас воды в Черногории 29 почти градусов. То есть, впервые я тут застал теплую воду, и, собственно, купаемся. Так вот, в юности мы занимались реконструкцией. Как это выглядит? Вот у нас там лагерь викингов, привозят какой-нибудь репортер, или там чиновника, там зам-зам губернатора какого-нибудь, говорят, а ну-ка, ребята, посражайтесь-ка вот сейчас на камеру, или вот моя жена и ребенок хотят посмотреть. И когда нам приходилось бить меч-меч, то есть, мечом об меч, да, естественно, они зазубриваются. Остаются зазубрены, которые практически невозможно потом убрать. И мы точно так же устраивали такие сцены. Э, ты куда взял мой меч? А ну-ка отдай со своим, типа, иди в показухе. Это у нас называется показуха. Иди со своим в показухе участвуй. И потом долго друг на друга ругались, что смотри, ты мне весь меч испортил, мог бы со своим пойти. Ну вот, совершенно одинаково, мне очень понравился этот момент. Так. Смотрю дальше. Про одежду. Там, в принципе, все понятно по моим комментариям. Слушайте комментарии, да. Один момент. В данный момент, сегодня, можно увидеть вживую на Масаих все три типа одежды. Я их разделяю на три типа. Первый. Это когда они вообще в шкурах. То есть, не шкура, меха нету, да. А именно кожа просто. У них такие какие-то непонятные штуки. Я фоточки поищу, ставлю. Второй тип. Это, видимо, когда в какой-то период, я думаю, что давно, завезли, ну, видимо, индусы, арабы, да, через торговлю завезли ткацкие станки. Они стали что-то ткать уже к тому моменту. Но еще не было культуры окрашивания тканей в какие-то яркие цвета, тем более в клеточку. Это, кстати, технологически довольно сложно. Они стали заменять вот эти кожи на ткань, да. Вот. Это второй тип одежды, вот по моей классификации. И третий, это вот шотландская клетка. Это понятно, что англичане завезли вот в девятнадцатом веке, совсем недавно. Так вот, сегодня, сейчас, можно вживую на Масаях наблюдать все три типа одежды. Значит, от чего это зависит, в чем он одет? Только от одного фактора. Удаленность от дороги. Вот эти деревня, не знаю, в зоне видимости, там, пару километров от дороги, они уже все красивые, клетчатые. Если чуть подальше, там надо несколько часов идти, они могут быть в тряпках однотонных. Там коричневые, черные, синие, в основном темные всякие, да? Вот. И если ехать на внедорожнике без дорог совсем вообще, там, не знаю, несколько, пять, шесть, десять часов, денек второй, то можно до сих пор увидеть Масаев, которые уходят в кожаных вот этих вот своих одеждах, как они ходили, собственно, изначально, получается, даже до неолита, да? То есть до одомашнивания животных. Вот. Ну, может, еще голые ходили. Так, в принципе, с этим все. И, смотрите, очередной раз хочу, значит, заострить ваше внимание и выразить свою любовь к детям-мутантам, которые с пяти лет, значит, с остальными яйцами бегают по саванне, встречаются с кучей сложностей, трудностей. И у меня это вообще никак не укладывается в голове. Вот тут в Черногории очень любят детей и возятся с ними, нянчаются, там, не знаю, до совершенно уже взрослого возраста. И очень часто можно услышать от русских, от черногорцев, что он же еще маленький, ему же всего 12 лет. И я всегда вспоминаю вот этого мальца, которого я в конце прикрепил. Это совершенно типичная ситуация. Вот реально мужик хотя выглядит как пупсик, да? То есть представляете, сколько на нем ответственности, с какими сложностями он встречается и как он вообще детство проводит. И кто-то из вас очень правильно написал, что ну вот ты им там собираешься скважины бурить, проводить куда-то воду, там, да, завозишь им воду. С одной стороны, да, это плюс. Жизнь станет намного более легкой. С другой стороны, ведь вот это все исчезнет. Когда мы им помогаем, мы делаем эпоху и хорошее. Ну вот тут есть о чем задуматься. Так, ну в принципе все, что я имел сказать, да. Смотрите этот короткий кусочек и я сейчас готовлю дальше. У нас еще с Гором Гором три части осталось. Пишите вопросы, в следующих сериях рассмотрим или сделаем ответы на вопросы. Ну, собственно, здесь особо, мне кажется, мы тут все обсудили, раскрыли, там по моим комментариям все понятно. Вот, всем привет! Буду стараться почаще выходить на связь, но теплое море, как бы, оно очень сильно отвлекает от ютубчика. Не болейте, ведите себя хорошо. И как ты называешь спир? Мбери, мбери. Копье они называют мбери. Сери. Исери, исери. А посох вот такой вот, исери. Его используют только, чтобы ходить, но я говорил уже, да, что это привыкание к копью, что у тебя постоянно в руках есть оружие, ты привыкаешь. Для сражений посох никогда не используют вообще совсем. Попросил показать, как они обращаются с копьями. Что-то они между собой пока не могут договориться, кто что делает. Да, да, да. Но в жизни вы используете спир, для бороться как-то? Да, я использую огонь. Я не могу. Нет, нет, нет. Я спросил. Когда вы бороться, вы используете спир или нет? Мы используем спир. И бороться как-то. У нас вот опять недопонимание, не только что говорили, что с посохами никогда не сражаются вообще. Сейчас говорят, сейчас показали, как они дерутся с посохами. Фехтование двумя руками есть версия, что принято у европейцев тоже, но это не точно. Копья острые. А, я понял, они посохи используют как защиту. Они боятся, потому что копья острые. Боятся поранить друг друга. Так, разобрались. Оказывается, есть посох и миги-руцца, есть вот эти именно палки. Ими дерутся. И им же можно бить коров. А посохи только для ходьбы, только чтобы стоять, задрав ножку красиво. Окей. Окей. Теперь нам нужно покидать. Спросил, когда воевали между собой. Вейт, 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 вейт. Когда воевали между собой, кого ли? Копьями? Или только метали? Говорят, только метали, исключительно всегда. Окей. Окей, окей. Нормально. Прилично он метнул. Окей, один еще, пожалуйста. Видно, что занимаются. Ребята, молодцы, спортивные. И почему spend another sight? Что? Почему spend another sight of spear? Because that one? Big, the one for only for? For, yeah, for hunting. For hunting. But when you have war with people, use another sight. Yeah. Why? Because that's the very sharp of fighting. Yeah? That's the very sharp. That's why we're using this kind for fighting. Это удобно пирсить щит? Да, потому что у нас есть два пирса. Так, хорошо. Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. Вот это вот, то что я назвал подтоком, да, им легче намного проколоть щит, когда кидаешь. Поэтому кидали по людям их, а во Львов кидают или для охоты, вот это вот, да. Но это в щит зайдет, наверное, сложнее, я думаю. Но хотя оно тяжелое. Кстати, оно очень тяжелое. Здесь стоит какая-то твердая порода дерева. Так далеко кидать надо иметь ловкость, реально. Окей, еще один, пожалуйста. Да, да, я готов. Молодцы. Окей, хорошо, спасибо. Идем обратно в деревню. Тут вся деревня наблюдает за нашими развлечениями. Читал, что так называемые экваториальные, это телосложение экваториальное, тут у них все в сувенирах. Насколько я понимаю, сюда, когда нет ковида, заезжает очень много туристов. Вон те туристы все еще здесь. Я думал, они уехали. Вот. Так называемое экваториальное телосложение. Смотрите, у них длинные-длинные руки и ноги, да. И нет жира. Ну, в основном тут есть, конечно, пухлые, но в основном нет их. Почему? Потому что пока кровь дойдет по длинным ногам туда, потом обратно, она успевает остыть. А у северных жителей, вот опять эта симпатичная мосайка, у северных жителей ножки, ручки коротенькие, чтобы кровь не успела остыть. Ну, вот это прям классические знания. То есть, так всегда считалось, но сейчас современные антропологи опровергают. Говорят, что они длинные просто потому, что они длинные. А на севере все короткие просто потому, что короткие. Приводят очень много примеров. Например, бушмены живут в тропиках на экваторе, да. Они очень маленького роста. Наш водитель Банту, они тоже все маленького роста в основном. Но при этом как-то они не страдают от жары, как и Масаи. В частности, я с Дробышевским общался. Он тоже говорит, что вот сейчас новая мода. Считать, что они длинные, тоже длинные. А те короткие, тоже короткие. А у этих задниц, потому что задница большая и все. Да, я готов. Ты готов? Да. О, мы можем использовать для него. Да, хорошо. Ты наш модель. Мануэль будет нашей моделью. Я попросил показать, как они одевают свои шотландские одеяла, пледы. Это называется у них шука. Да. Подожди, 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 подожди. Да, да. Хорошо? Да. Да. И ты знаешь, где ты от этого цвета? Где ты от этого цвета? Мы делаем себе эту цвет. Делаем себе? Да. 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 Но раньше ты использовал только кожу. Да. Я видел много старых фотографий, фотографий, из 200 лет назад. Да. Масай использовал только кожу. Мы используем только кожу. Да. Да. И почему ты смеешься к скотландским стиле? Нет. Вы можете смеяться, потому что... Просто потому что ты любишь? Да. Ну вот. Спросил, они говорят, что... Мы сами придумали такой стиль клетчатый. Просто потому что нам нравится. И... Так, это первый стиль. Окей. А, окей. Говорит, просто потому что нам нравится. То есть, получается, они используют три... Я говорю, а почему клетка шотландская? А, говорит, просто красиво. Но... Буквально, если вы посмотрите старые черно-белые фотки, Масай совсем недавно использовали только кожу. Ну вот, кстати... Эммануэль, ты выглядишь более красиво. Да. И более слим. Смотрите, у нас водитель как-то посимпатичнее стал, да? Вот. Если мы посмотрим старые черно-белые фотки, то они использовали кожу животных как одежду. Никаких клетчатых пледов у них не было вплоть до, там, 1860-х, 70-х годов. А, вот. И есть версия, что они взяли англичане с собой. Английские колониальные войска привезли с собой шотландцев. Есть версия, что они это взяли у шотландцев. И вот я почему-то в эту версию верю. Потому что у них была кожа-кожа-кожа, потом ба-бах, и появляется клетчатая одежка у всех. Причем, прям сильно узнаваемая. Да? У них просто несколько этих. Моя девушка. Моя девушка. Нет, твоя девушка Инаруша. Это моя девушка. Если ты хочешь эту девушку, то я тебя убью. Да. У нас сейчас будет поединок. Кто победит, тот забирает себе эту невесту. Я думаю... Сколько детей у тебя есть? У нее уже двое детей. Забудь про нее. Забудь про нее. Вот. То есть, вот такая интересная ситуация с одежками. Они ушли за поясом. Значит, получается, им нужно три. Блин, а у меня только один этот плед есть. Который цвет мне нравится. Вот. И он сказал, что цвет не имеет значения. Все одевают цвета какие кто хочет вообще. Ну, конечно, выглядит как седло на корове. Видно, что человек в этом не живет. Сейчас мы его приоденем до конца. Я думаю, на нем не сойдется. Он толстоватый. Он действительно голый. Да, да. Надо его в деревне оставить на пару недель. Пусть коров погоняет. Посмотрим. Так, спросил разрешение. Мне разрешили. Извините. Видите, у нее такое шармирование. Это они прижигают горячим ножичком. Просто для красоты. Оно ничего не обозначает. И все. Просто считается, что это круто, красиво. Я смотрю, что в разных районах разные. Помните, я показывал, кругленькие были у кого-то. Но я думаю, если мы сейчас спросим, почему там кругленькие, они скажут, нет, такого не бывает. А вон там еще другая деревня. О, мне тут очень прям нравится вообще. Прям огонь. Так, сейчас посмотрим домики внутри и поедем. так, попробуем, но, возможно, света не хватит внутри. А, тут есть дырочка в потолке. О, спасибо. Ага. И? Так, тут кровать. О, видно даже все. Этого освещения, в принципе, хватает. Так, здесь они готовят костер. Вернее, готовят костер, готовят еду. Это для === Это для приготовления. Нет. Это для питания. Это для чтобы помочь. А, этого еще у shown. Ага. Это для детей. Есть другой для родителей. И где у тебя вторая pestana amniсть? Вторая жена. ДTra4這麼 мente. Смотрите, тут вот, ага, вот так видно хорошо, вот, есть, есть, коровья шкура, тут у них костер, вот, вот, есть, и там их кровать, айфон не берет, он спит там, and you sleep with your first wife here, or second new wife, young wife, sleep in another house, yes, он тут спит с первой женой, а вторая жена спит в отдельном домике, and what is this, and here we put for baby cow, ага, а сюда они, это, кстати, у нас тоже такое раньше, было когда-то в деревнях, сюда они берут новорожденных телят и козлят, и овчат, и всяких других, ok, thank you very much, yes, yes, thank you, and how many cattle you have, your village? 8, 80, 80, and goats? 120, так, у них 120 коз тут, и 80 коров, 80 коз, it's not so much, yes? Да, 80 коров, я знаю, что это они по местным меркам совсем не богатые люди, вообще, у них тут по 700, по 800, считается, типа, нормально, 80 мало, have you some accident with lions, yes, like a lion come eat your cattle, or something, or goats, nothing, never happen like this, у них никогда не было конфликтов или каких-то случаев, историй с львами, леопард, ааа, леопард, how you say, чуи, 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 also never happened some accident, с леопардами тоже никаких случаев, историй, к сожалению, не было, ладно, идем дальше, так, идем дальше, что это такое, вы сами знаете, how you use it for build house, yes? yes, yes, I know, а, вот они принесли сюда коровьи лепешки, сейчас будут обмазывать, чтобы этот дом достроить, this is new or innovation? new house, new house, хорошо, это спросил, это ремонт или новый, сказали новый, строим, а вот, тетя пухлая Масай, такое тоже бывает, and here you have education, yes, because you can count your cows, you know how many cows you have, you know how many gods you have, because you can count, one, two, three, four, five, yeah, because in other villages they cannot, I tell you, you have eight cows, yes, 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 no, no, I mean, another village they cannot count cows or gods, I don't understand, they don't understand, what I want to say, I wanted to say, that in other places, where we were, they didn't know, how many cows they have, or goats, no, in other villages nobody can know, how many cows we have, no, yes, but you know, I don't know, look like a lot of cows, but I don't know, we just go with a guide, no, I know my cows myself, yes, face, yes, but you don't know how many cows you have, myself, yes, you know, but in other villages they are not educated enough, I don't know how many cows we have, ah, he said, yes, finally we understood each other, he said, yes, they can't count, they don't understand, they know their cows and their cows, just in the face, ok, let's go, what I mean, I will explain, this interesting phenomenon, мне говорили, что на севере у Чукчи тоже такое есть, смотрите, он не умеет считать, да, ну, здесь они могут считать, а там они не умеют считать, и вот, как он понимает, что все коровы пришли домой, или не все, или какая-то потерялась, он их знает всех в лицо, смотрите, как стоит, а, огонь, да, а, там туалет даже есть, а, он смотрит, пришли коровы, он так, Люська, Борька, Юлька, Настя, пришли, а Кольки и Васьки еще нету, и он идет искать Кольку и Ваську, то есть, а сколько их всего, он не знает, он их знает в лицо, и по именам, они сказали, что это у них школа такая, видите, есть школа, хорошо, учительница, а, this is your boy, yeah, yes, я знаю, что они делают, они учатся считать, как считавочка, просто как песенку поют все номера подряд, это, насколько я понял, для туристов представление, но вообще много раз был где-то в деревнях, в таких школах, они действительно алфавит, вот у них алфавит, да, и цифры они разучивают, как песенки, это нормально совершенно, как песенки, так как песенки, это школа для детей, у нас есть учитель, он учил два языка, английского, да, да, то есть, все могут говорить Суахили, Масай и английский, да, два языка, да, три языка, как Масай, и также английский, да, так это детский сад получается, я ошибся, это не школа, детский сад, это не школа, их тут готовят к школе, и где школа? здесь, 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 ага, школа в семи километрах отсюда, и смотрите, все дети с детства учат три языка, английский Суахили, и свой Масайский, естественно, да, они могут о нем говорить, так, ну, молодцы, окей, так, сейчас вам расскажу, про что мы говорили, значит, они едят в основном только мясо, Масай, вообще они такие, антивегетарианцы, да, и у них даже было поверье, которая есть версия, что они срисовали из Библии, что после того, как Ева съела яблоко, им больше растительную пищу есть нельзя, вообще, пойдут за день их, а то они разговаривают, окей, окей, go, I follow you, вот, и, они мне сейчас рассказали, что, они убивают, ну, у них тут, сколько он сказал, 160, да, человек, они убивают каждый день, насколько понимаю, большая часть народа сейчас на выпасах, то есть, пасут, стада, да, они убивают в день 3-4 козы, значит, разделывают их, и мужчины, мужчины, уходят готовить вот туда, вот на ту гору, там есть лесок небольшой, в тот лес, там готовят и яд отдельно, женщины забирают мясо, готовят деревню и яд отдельно, вместе есть нельзя, если женщина посмотрела на твою еду, потрогала ее, она ее сквернила, воин больше есть не может, я считаю очень правильная политика, надо взять на вооружение, больше не может. . . И они выходят в вечер, и они уходят в вечер, или нет? Нет. Нет вечера, нет вечера? Нет. Только вечер? Да. Только вечер? Да. И они уходят весь день, без молодых людей? Нет. О, мой бог! Вы знаете, что дети начинают выпасать овец и коз, когда им 4-5 лет? И они выходят весь день, до вечера? Мы идем в вечер, иди, Руд. Да, да, да. Мы идем в вечер. Хорошо. Вы знаете, что я могу сделать, когда я был 5 лет? Да. Да. Я могу плачать, ехать, и только пойти в туалет. Пу-пу. Я говорю, что когда мне было 5 лет, я мог только плакать, кушать и какать, и все. Я больше ни хрена не мог вообще. Когда я был 5 лет? Да, конечно. Я плачу каждый день. Он говорит, что да, я об этом рассказывал, что если дети плачут, капризничают, они их бьют палками, и дети перестают капризничать и плакать. Совершенно совсем. Вы представляете, если ребенок вот здесь вот, здесь полно львов, леопардов и вообще всего, да, с 5 лет выпасает уже стада. Представляете, что это за ребенок? И у него яйца стальные уже к 10 годам, наверное, да. То есть, причем они не завтракают, не обедают, только ужинают. И все. Вот, охренеть просто. То есть, это настоящие реальные мужики. Все, мы, пожалуй, теперь уже точно поедем. Так, они пригласили меня переночевать. Я говорю, хорошо, я в следующий раз приеду с семьей, с женой, с детьми. Вот. Они говорят, а сколько у тебя жены? Одна всего, к сожалению. Извините, мне очень стыдно, но у меня всего одна жена. Они говорят, ничего страшного, не переживай, мы тебе дадим еще одну жену. Вот. Но к ним можно приехать, у них можно пожить. Это круто, мы обязательно это сделаем. Хам, хам! Окей, стоп, стоп, Жека. Вы можете поговорить с ним, Жеки, потому что он боится Мзунгу? Чао! Как думаете, почему к нам бежит мальчик? Вон у него там стадо. Вот смотрите сейчас, сколько ему лет этому мальчику. И какое у него стадо, и какое у него детство, да? Я думаю, что он бежит, чтобы у нас попросить водички. У нас, конечно же, есть. Какая-то она? Какая-то она, 6? 5? Он 7? 7? 6? Джекки, можете спросить его, пожалуйста, как он летит? Иногда они знают традиционный язык, они не знают Суайли. Хорошо, хорошо, пойдем, возьми. Нет, я думаю, что он летит 5. Боится брать. Боится, брат. У меня еще, у меня еще. Субили! Сейчас мы ему все отдадим, потому что мы уже все равно едем. В отель. И еще один, последний. Спасибо, Масай! До свидания! Вот смотрите, он не завтракает, не обедает, он только ужинает. И он весь день пасет это стадо, вот это все. Вы представляете, у пацана какие яйца вообще. Ну, мне кажется, ему 5, может быть 6, может быть. И он второй, они по двое, по трое в себя обязательно. Второй такого же возраста примерно бежит. Но у нас воды больше нет, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok